В данном видео мы разберем с вами два упражнения, которые направлены на развитие выворотности стопы и создание так называемой птички. Ну а те, у кого есть косолапость, они непременно помогут избавиться от нее. Первое упражнение. Левой рукой охватываем пальчики правой ноги. Правую руку мы заводим под пятку правой ноги. Смотрите внимательно. Под пятку. Дальше захватываем правой рукой левую руку. Проседите за тем, чтобы ваша стопа была натянута. Дальше. Стремимся сейчас выдавить пятку наверх, а носочек идет вниз. Если чувствуете сильное у нас натяжение в стопе, немножко ослабьте давление. Сидим в таком положении мы 60 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Повторяем данное упражнение с левой ногой. Берем правой ручкой носочек левой ножки. Левую ручку заводим под пятку, под пятку левой ноги. И обхватываем левой рукой правую руку. Вытягиваем пятку... Выдавливаем, вернее, пятку наверх. Носочек идет вниз. Следите за тем, чтобы у нас носок... Стопа у нас была натянута. Не скашивайте ее. И не скручивайте. Сидим так же 60 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сошли. Выступаем ко второму упражнению. Ложимся на спину. Я к вам лягу головой, чтобы вам было видно лучше, как работают ножки. Ложимся полностью вытянули ручки, корпус. Дальше ножки вы сейчас раскройте в первую позицию, в первую выворотную, насколько у вас получается. Стопа у нас идет сокращенная, не натягивайте ее, сокращенная стопа. Мы сейчас будем работать правой ножкой. На два щелка мы будем ее отводить в сторону, как бы выполняя батматандю. В сторону отводим. Раз, два. И когда в конце вы уже приходите, если мы берем батматандю, то у нас носочек оттягивает. И закрываем. Три, четыре. Смотрите внимательно. У меня пятка не лежит на полу. Она у меня, насколько получается, отлована на полу. То есть, почти я касаюсь у них мизинцев пола. Сейчас мы данное упражнение выполним под музыкальное сопровождение. На одном мы будем делать восемь повторений. Одно повторение у нас будет занимать четыре счета. Раз, два, три, четыре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом все. Включайте данный курс упражнений в свои тренировки. Для того, чтобы вы побыстрее увидите результат, занимайтесь ежедневно. Оптимальный вариант занятий через день. Продолжение следует...